Минск. На то он и супер-блиц. Против вас, о, прекрасно, против вас, господа, играет Дмитрий Числов из Минска. Дмитрию, если я правильно помню, 7 лет. Да, совершенно верно. Дмитрий прислал для вас вопрос по шахматной книжке. Любите ли вы вообще шахматную литературу? Ну, хотя, очевидно, любите, кого я, собственно, спрашиваю. Итак, герой шахматной повести, вышедшей в 1973 году, советский юноша. А ее события, этой повести, развиваются в Москве, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Во всех перечисленных городах автор этой книги добивался знаковых достижений. Внимание, вопрос. Назовите автора этой книги. Может быть, Котов, например? Не помню. В Нью-Йорке, Лондоне. В Лондоне точно не добивался. Ботвинник. Почему 73-м? Ботвинник тоже в Нью-Йорке. Это парадоксальный какой-то ответ. Если другой... Нет, нет, ребята, давайте подумаем, что это вообще не шахматист. Шахматист. Хотя почему в Москве? Не шахматист. Кто ты из американцев? Может, это музыкальная икона? Может, Набоков получал что-то, соответственно. Знаковых успехов. Знаковых? Знаки какие-то ему дали. Вручали награду, Нобелевскую премию, не знаю. Так вот здесь при чем? Композитор? Нет. Нехорошо. Повесть детскую... Герой поезды – советский юноша. И весь детский забывался знаковых успехов. Знаковых. Он музыкант, скорее всего, если это какой-то знак. В Москве и Нью-Йорке это подходит. Хорошо. Книжка может называться как-то, как Вайнеры, например, про скрип. Время. Итак, время истекло. Ну, господин Дворкович, выберите, с кем мы поговорим на этом вопросе. Ситуация у вас критическая. Да, ситуация критическая. Надо бы поговорить, да. Это правда. Надо, господин Дворкович. Итак, с кем мне поговорить на этом вопросе? Я обещал, что Эмиль Сутовский будет брать у нас десятый вопрос, поэтому... Хорошо, господин Сутовский. Ну, во-первых, это, безусловно, шахматист. Вы зря так сразу подумали, что это не он. Смотрите, господин Сутовский, да. Значит, герой шахматной повести, вышедшей в 1973 году. Ну, она вышла в Союзе сильно позже, чем была написана, я вам скажу. Ее переводили. Внезапно советские юноши, это любопытно. А ее события, этой повести, развиваются в Москве, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. И во всех перечисленных городах автор добивался турнирных или матчевых ухе. Нет, ну тогда немножко другой вопрос, да. Потому что если она переводилась и позже вышла, да, конечно. Итак... Ну все, можно отвечать, да. У вас уже есть ответ. Да, но если это книга, которая вышла гораздо раньше, и переведена была, я помню, что была такая забавная книга, я ее не читал. Я даже не помню, как она называется, но я помню, что Эммануил Ласкер писал подобную книгу. Господин Сутовский, как Виктор стал шахматным мастером. Это книга Эммануила Ласкера, написанная в 1937 году, вышедшая позже в Советском Союзе. Ее герой советский же мальчик. Это абсолютно правильный ответ, господин Сутовский. Ну, господин Дворкович, вы прям выбрали сейчас не в бровь, а в глазу. Господин Сутовский приносит своей команде пятый очко, счет становится 5-5. У нас просто есть определенная стратегия, мы ее долго обсуждали, поэтому... Мы были уверены, что вы знаете название этой книги, поэтому и не стали его озвучивать в вопросе. Счет 5-5. Господин Сутовский, господин Мартынов, господин Дворкович, господин Мамедов. Решающий момент наступает для вашей команды. Одиннадцатый раунд. А мы можем там вот это брать, как называется, когда... Кредит. Если выигрывает 6-0, там, да, вот это вот. Нет, решающего раунда господин Дворковича наших правилов нет, поскольку у нас все-таки определяется зрительским голосованием.